ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, всем привет. Это два нового нейма, это Ростансер. Я надеюсь, сегодня не придется нам ответить. Я не знаю, что это. Можно еще какие-то ипотеки возьмем. Привет, ребята. У нас сегодня Джара и Ханза в гостях. Привет, привет. А почему ты именно в такой последовательности представила Джара и Ханза? Почему не Ханза и Джара? Не знаю. Так записано. Я думаю, что ты как умная девочка скажешь, что это название. Вообще без разницы, как. Просто у нас дуэт Джара и Ханза идет. Абсолютно неважно, как называть нас. У вас большая разница в возрасте между собой? Вы одно поколение или нет? Ну, два года разница. Я на пару лет старше, да. А вкусы одинаковые по музыке? Не с того, что вы делаете, а с того, что вы слушаете? Нет, наверное. Я очень много слушаю людей, которых уже нет, по большей части. Я не знаю. Обожаю Джеймс Брауна. Если там братья именно русские исполнители. Джеймс Брауна? Да. Ну, из русских исполнителей я просто так получилось, что мы когда переехали в Саратов из Грузии, в доме, где мы жили, в квартире, которую мы снимали, там был проигрыватель. И было очень много пластинок. И бабушка, которая сдавала нам этот дом, она научила меня включать виниловый проигрыватель. И, собственно, мне стало интересно. Я слушал с детства Глызина, Юрия Антонова, там «Поверь мечту» и прочее. Да. То есть, ну, очень много такого я слушаю, что уже далеко. А вот мы с Сальманом беседовали. Он сказал, что вообще надо ориентироваться исключительно на западные образцы, потому что если слушать русскоязычные образцы, успеха не достигнешь. Вообще не согласен. Я думаю, что у русской музыки, именно советский рок, если брать, то есть очень много души. И вот настоящего. ТДТ, допустим, это все песни, которые я слушаю. Я понимаю, что настолько она описывает мое мировоззрение. И очень много таких песен, которые, если перевести на английский язык, я думаю, весь мир просто будет в шоке. Но ориентироваться на западный рынок, это, наверное, скорее всего, больше как коммерческий. Он имел в виду ориентироваться так, что... Нет, именно ориентироваться так, что планка. Планка, да. Да, да. Именно вот у... Ну, не факт, что будет коммерчески успешно в России. На западе другая вообще, мозг здесь другая. Поэтому... Ну, выторванули как по всему миру, получается. Ну, мы такие молодцы просто. Таких мало, как мы. А кто же таких, как вы? Вот перечислить, и такие, как вы. Нет, ну, выйти вот так за пределы России. Слушай, ну, меня Геншпель тоже слушают много. Кого? Мя Геншпель. Именно такого взрыва в Латинской Америке, вообще в Европе, по миру. Просто именно вот так, как мы залетели в чарты, я не знаю, что в России кто-то залетал. Ну, Тату, может, в свое время там залетали, да, Тату. Да. Пару Горького. Именно из современных исполнителей за последние 10 лет я не помню, что кто-то залетал. Ребята, а правда, что ваша фотография висит в офисе ТикТока? Китайского. Ну, в общем, случилось следующее, что когда мы еще выпускали «Крылья танцпола», мы с Ханзом и дали подписчикам нашим такое, не знаю, дали слово, что если мы где-то встанем на первое место, мы набьем какую-то татуировку в честь этой истории. И получилось, что на первое место мы встали в ТикТок сразу. И вот мы решили набить ТикТок, и вот, и фотографию, да, отправили в главную... Это какая татуировка? ТикТок просто у нас на руках, да. Только в этот раз на одинаковых, на левых руках. Так покажите, чтобы оператор смог здесь... А камеры где? Везде. Везде. Канал Москва 24. Вы как зашли, вы все в эфире. А волк что означает? Я вижу, у тебя на руке волк. Я просто родом из Грузии, из Марнюля, который называется край Волчьей долины, вот, собственно. Я хотел набить себе волка и скалистые горы на руке, но пока татуировка еще не доделана. Так что будет рукав, большой рукав. Так, а есть что-нибудь? Нет, у меня в планах, но я пока не набивал. Я обычно, если хочу что-то набить, я оставлю на месяца два-три, обдумываю, если я вернусь к этому еще раз, то я набью, если нет, то оставляю. То есть у тебя только ТикТок и корона? Да. А с женой не советуемся? Ну, типа, вот я хочу там... Нет, ей нравятся татуировки, кстати. А у нее есть? Нет, нельзя. Нельзя? Нельзя. О, вот это. Вот, 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 вот. Где же, где же это? Просто уровень его воспитания, мы когда поехали набивать все татуировки короны, он у себя в телефоне в заметке, короче, писал вот такое огромное сообщение, готовил, редактировал, чтобы отправить, я не знаю, в общий чат с родителями, да, куда-то, чтобы они поняли. А я не знаю, я уже настолько вот, не знаю, с детства постоянно лез в какие-то авантюры и прочее, где-то что-то делал, везде уезжал в другой город, что родители настолько уже привыкли, что они вот, ну, на уровне такого хорошего доверия. Я звоню маме и говорю, мам, я сейчас буду бить татуировку на лице. Она говорит, бей только маленькую, ты у меня и так красивый. И все, больше она ничего не сказала, мы, собственно, взяли вот, сделали это. Да, я перед тем, как на бить, сначала отправил сообщение брату, там, сестре показал, говорю, нормально, что подетактировать, может, немножко там изменить по тексту. Потом, когда, да, отправил, фото скинул, они в шоке были. Сума сойти, больно было? Да нет, вообще не больно. Учитывая, там, мои остальные, то есть, работы, то на лице вообще было легко. А ты сразу поверил вот в эти вот бредовые идеи просто, чтобы все получилось? Ну, просто, мам, я просто начал еще, как бы, с детства, да. В шесть лет мама у меня музыкальную школу отвела, а потом я где-то полгода проучился, и у меня родители часто приезжали из-за работы. Вот, в общем, постоянно такие приколы были, короче. И я что-то не мог учиться дальше, продолжать, и учился я на клавишниках. И где-то лет 13 мне проснулось опять чувство того, что я хочу заниматься музыкой, вот. И, собственно, как-то потихонечку в свою студию собрал, и вот. Ну, я всю жизнь шел к этому. Просто я всю жизнь либо где-то работал, и ночью там писал музыку и так далее. И вот в один момент я просто нашел человека, который вот, ну, не слился, ну, типа, жестко начали заниматься музыкантом. Да, получается, он мой музыкант прям был уже там с детства, да, всю жизнь в этом. А я просто решил, ну, занимаемся музыкой, захотелось просто. Ну да. Вот. И что-то, не знаю, удачно встретил. Ну, в итоге, короче, да. Ну, как за одну ночь четыре песни написать. Вот, вот, писаешь. Там Леонард Коэн, он там альбом собирал там 8-10 лет. Чтобы понимали, мы в студии записывали вообще другую песню, вообще другую песню записывали, он резко закрывает проект, говорит, так, сейчас мы напишем летний хит. Я такой, блин, давай доделаем ту песню. Он такой, не, давай сейчас поверьте, сделаем хит. Закрывает проект, открывает там приложение, программу, начинает просто играть на клавишах и петь. Там, мой кайф, ты мой кайф. Я такой, думаю, блин, сейчас слишком просто. А почему не подпеваем? Почему вообще, товарищ, поешь? Просто за 15 минут написали песню «Детка, ты мой кайф». Я в итоге так стрельнул на весь мир. То есть, хиты рождаются очень быстро. Слушайте, а последний ваш хит с Бузовой, чья идея вообще была? Ну, изначально вообще эта история началась год назад, когда «Короли танцпол» у нас начал стрелять. Она постоянно снимала сторисы и поддерживала нас. На самом деле, она такой человек, что… А вы знакомы были? Нет. Нет, она такой человек, что светлый, я вот заметил, что у нее в сторисах часто песни малоизвестных артистов, которые тупо, возможно, ей нравятся, и она просто решила их поддерживать. То есть, не забавнее? Нет, просто ей нравится, она выкладывает. И, собственно, мы также попали в эту историю, что в какой-то момент она тоже нас поддерживала очень активно. Она просто в день, там, не знаю, по 10 историй, наверное, под песню снимала, в ленту закидывала видео. Это все завершилось. И мы в один момент сказали нашему агенту, что, быть может, им интересно было бы сделать какую-то новую версию этой песни с ней, потому что ее постоянно называли «Кролевой» везде, и, собственно, и у нас края танцевала. Но как-то не сошлось все это, и через год-полтора, да, где-то, то есть мы раскачались уже сами. И, в общем, наши менеджеры приняли решение, что мы можем сделать что-то интересное. На тот момент просто она хотела именно утвердиться как сольный артист, без фитов. Она не хотела ни с кем фитовать, потому что ее не воспринимали как артиста. Вот. И она хотела всем показать то, что я могу сольно стрелять, делать хиты. Но она всем все доказала, теперь занимается именно в кайф уже музыкой. То есть если она с кем-то хочет фит, она уже делает, всем уже все доказано. Вот так. На самом деле, да, там очень-очень вот я замечаю, что большая критика в ее сторону идет. Ну, сколько критики, столько и любви, там, у нее большая аудитория. Просто я многим хочу сказать, что они, ну, далеко просто не знают ее, на самом деле, какой она крутой человек. Нет, ну, критика ведь идет по каким-то конкретным параметрам, что, типа, она не умеет петь. Нет, кстати, она хорошо поет. Мы вот были на студии. Ну, то есть как, попадает в ноты? Нам попадает. Хорошо попадает, да. Смотрите, если брать эстрадный джазовый вокал и прочее, да, нам всем далеко до этого. Ну, то есть на уровне того, что мы поем, типа, и у нее спокойно это легко получается. Не очень важно именно петь классно даже, ты можешь в ноту не попадать, но если ты попадаешь с харизмой, как это классно и интересно, то это люди слушают. Серьезно. Как человек возрастной, пожилой, я скажу, что это никогда не было важно. Мик Джаггер, если вы знаете, кто это такой, он вообще никогда петь не умел, сейчас не имеет, тем не менее, он остается уже две тысячи лет последних мимиком Джаггером. Хорошо. В общем, Виктор Цой, 30 лет ухода которого недавно тоже, в общем, не повороте, скажем так. Не великий певец, тем не менее, он номер один. Здесь я поспорю с тобой. Великая личность. А? Личность. Харизма, да. Вот любимое слово. Харизма. Стольких событий всяких, которые соединились. Допустим, вот сейчас есть как бы новая школа. Трэп и прочее. И многие ребята там с блока, они там пишут такую музыку, такие слова, да. Я там, то есть мне постоянно приходится спрашивать, что это там, про что они здесь говорят и так далее. И так же я вот замечал, что людей, которые, допустим, с 70-х, 60-х годов, они мне очень часто разбирали песню Цой и говорили, чувак, у нас в таком-то году было такое событие, и вот про это он там говорит в этой песне, типа. И вот на самом деле вот это вот, ну. Ну окей. Из-за этого я его уважаю очень. У Цой очень глубокие песни. Вас, кстати, на самом деле многие упрекают в том, что песни не глубокие. Ну вот смотрите, вы бы пошли танцевать на танцпол под какую-то музыку, где я пою про свою жизнь и плачусь. Мы же хотим людей расслаблять. То есть вы как бы делаете на танцпол такой лёгкой музыки абсолютно. Да, чтобы люди просто развлекались и так по этому груза. Я хочу понять, это вот вы делаете, потому что вы понимаете, что это попрёт, или это вот вы делаете, потому что это прёт? Тут две истории. Тут, во-первых, это изначально естественно, то есть есть коммерческий уклон того, что это будут слушать. Второе. Получилось так, что мы изначально писали разное, но когда начал стрелять подобное, мы поняли, что это наша аудитория, и они от нас ждут такую музыку. То есть мы, если кто-то, допустим, может сделать такую песню, под которую кто-то будет грустить, идти слушать на наушниках, то есть наша уже цель нашим слушателям дать то, под что они будут расслабляться, отдыхать. Потому что я думаю, что процент 60 людей, которые работают, да, они очень сильно устают. Они настолько устают, что говорят, чувак, не надо вот этих грустных песен, тяжёлого чего-то, включи чего-то такого на фоне, дай мне просто немного отдохнуть в этот субботний вечер просто и дальше типа пойти спать и возвращаться на свою работу. То есть мы просто делаем музыку, которая несёт добро, тепло и максимально как бы светлое настроение. Потому что когда мы пишем лирику, многие пишут в комментариях давайте танцевать, давайте танцевать. Ну мы пишем много другое, то есть. У нас есть лирики много глубоких со смыслом, но не так заходит она от нас. Оставить другим, пускай плачут другим. А кто видосы вам делает? Какие? Ну вот, которые, этот самый, ты мой кайф. Это же в Сочи снималось? Я узнал в гостинице. Овин, наш товарищ, у него компания называется Овин. Его самого зовут Эльвин, наш близкий очень. И, собственно, когда мы выпустили песню, мы даже без того, как она залетела, мы уже сразу… До выпуска песни сюда. Хамс предложил снять клип, да. И мы, собственно, до выпуска там собрали какую-то сумму, собственно, и полетели в Сочи вместе с ним снимать этот клип. Уже там, кстати, 72 миллиона просмотров уже набрали. Это просмотры где? На Ютубе. На Ютубе? А в ТикТоке вы же… О, в ТикТоке там… Там 2,5 где-то, да? Нет, 2 миллиона 700 тысяч человек, примерно, сняли видео уже под него. Угу. Вот, почти миллион. Ничего себе, цифры. Ребят, молодцы, конечно. Там очень много иностранцев снимают уже прямо… А как вообще удалось так выстрелить? Вот какой секрет в этом? Да секрет – это просто искренность в песнях, типа. Нет, нет никакого секрета, я не знаю. Постоянно, знаете, вот, мое окружение начало как-то спрашивать постоянно. Слушай, ну скажи, там что сделали? Да ничего, просто мы делаем музыку. Да, там мы делаем абсолютно очень легкую, возможно, там не очень сложную музыку, но я думаю, что это тоже надо уметь делать. И мы очень часто делаем то, что вот мы изначально, как записали, мы не ходим на студию переписывать ее, так и так далее. Даже если не в том качестве, не профессионально звучит? Да, максимально первый вайп, который мы почувствовали, мы сразу эти эмоции выдали, потому что, ну, как в первый раз больше не будет, собственно. Я думаю, это тоже процент того, что это работает. Он, кстати, в прямом эфире в инстаграме, там вопрос. Там пишут, да, завод бездельники. Нет, там конкретный вопрос, что вы не боитесь, что так же быстро, как пришло к вам? Да они быстро, почему? Три года мы шли, три года шли, и мы уже больше года стабильно делались, стабильно выпускали хитрые. У нас постоянно бывает… Вы не боитесь, что Слава быстро пришла и быстро уйдет? Да, не быстро пришла, а три года шла. Какой быстро? Я вообще всю жизнь отдал этому. Я три года как бы с ним вместе считаю. И сейчас, может, больше года именно стабильно выпускали, там покажут два месяца хиты, которые везде в топах на первых строчках, то есть еще за пределами России. Мы когда выпускали свои песни, которые сейчас нам говорят, вот, блин, классно, все-таки офигенные там у вас попса, там мы делали круто. Мы реально раньше очень заморачивались над музыкой, и нам даже не давали никакие новинки, никакой промо, то есть вообще никакой поддержки не было, да. И абсолютно любой продюсер, там любой менеджер, они как бы скептически относились к нам. И, собственно, с кем мы сейчас работаем, то есть в один момент в нас поверили, вот. И, собственно, мы как-то шли к этому, и получилось. Но три года мы раскачивались, три года прямо было очень жестко. А родители поддерживали вас? Ну... Кто-то верил вообще? У меня вообще, типа, очень жестко. Но постоянно моим родителям говорили, что да вот, пусть идет на завод, работает. Мне из-за этого приходилось часто работать на заводе, чтобы никто не наговаривал, и все были спокойны. Все, мы вышли из прямого эфира. А правда, что не курите, не пьете? Что плохое делаете? Я смотрю, что курить, что пить. А-а-а! Вот оно что-то! Вот она интересная тема. Про вещества, да. А минусы какие есть? У нас? Неужели характер? Ну, конечно. Положительные какие-то. Я очень вспыльчивый и эмоциональный. Вот. По-моему, это вообще такая кавказская черта. Нет, я спокойный. Хан, допустим, он более рассудительный, да. Я, то есть, мною движут эмоции. Если вот что-то не так, я прям и ушел. Ну, неужели нельзя? Жена, она так говорит. С тобой даже не поскандалишь, говорит. Никогда. Выбесить нельзя? Не, ну, если прям очень постараться, можно, но лучше не нужно. Ну, сделает она татуировку и выбесит, наверное. Да нет, просто как-то спокойно. Да нет, просто как-то спокойно. Я последние два года просто так спокойно вообще на все реагирует. Не знаю. Даже если прям серьезные проблемы, я говорю, ну, надо решать их просто и все. В один момент пришли большие проблемы, большие вопросы, когда нам приходилось решать вопросы семьи. И знаете, вот нас как будто немного оглушило, да. И вот как будто постоянно этот вот звон. Уже вот столько всего происходит, на что вот, ну, спокойно, ну, что-нибудь придумаем. Я думаю, что это просто был большой опыт у нас. Да, уже после каких-то там прям больших проблем, когда понимаешь, что это прям очень серьезное все, и после этого уже ты на остальное все спокойно реагируешь уже. Ну, а между собой как обобщаетесь? Ссоритесь? Да, на самом деле. Объясняете отношения? Да нет, бывает это, спорки по музыке возникают, типа, а так. Спорки. Или он мне говорит, ты что меня не слушаешь, там, послушай меня. А я это все время говорю, да нет, сейчас нормально все будет. Потом это, ну, обжигаюсь, он говорит, ну, видишь, ты меня не послушал. Ну, еще слово последнее бывает, собственно. За кем слово остается? За какое слово? Последнее. Ну, решение, последнее. Да у нас несколько решений. Все равно, да, то есть мы в итоге что-то принимаем. Кто-то склоняется к чему-то. Он старше, да. Приходится. А как появились псевдонимы? Кто придумал вообще псевдонимы? Ну, в общем, Хан понятно. Ну. Ханза понятно, да. Меня всегда сокращенно Хан называли, но мы когда придумали псевдоним, то есть уже песня должна была выйти сегодня, у меня нет псевдонима. Я думал, что как это называется, Хан просто, либо Хани, либо он, это, Ханза предложил, да, у тебя было никогда какой-то Ханза брошь, что такое там было? Короче, в общем, из того, что он всегда самоактивничает и все-все-все, в общем, из-за этого Хан всегда за, и получается Ханза. А-а-а. Прикольно. А я долго думал вообще, чему в этой жизни я был бы очень благодарен, как бы хотел бы это показать. Я подумал, что по большей части я хотел бы дать дань уважения Богу языка, кто дал нам эту речь. И, собственно, Джа переводится Бог, Рой – это язык. И Джа Ро – Бог языка в том плане, что это как знак уважения. Что он знает, он знает вторую историю, а? Нет, нет, нет. Серьезно, просто дань уважения Богу языка. Он знает, что другое, другое. Дань уважения Богу языка. Вот, собственно, так. Тайна осталась не рассказать. Это самая настоящая информация, поверьте мне. Нет, нет. Я просто потому, что он замудрил как-то, заморочился. А мне просто собрали быстро. Псидоним. Ну ладно, а звездные болезни есть? Ну, есть, конечно. Поймали, да? Почему вы такие простые остаетесь? Ну, будьте серьезнее, будьте как-то немножко пафоснее. Потому что вы же артисты такие, типа, топовые. Надо себя немножко серьезнее вести, там, что-то еще. Мы ходим на какие-то мероприятия. Иногда бывает, что я реально не знаю, что он поет, что он делает вообще. И он выглядит, короче, ну, в тысячу раз круче нас. Потому что там, типа, заморачивается над стилем, заморачивается над своей одеждой, да, там, прической. Идет себя так, будто он Бог там. Да. У нас, мы просто по большей части, мы что, ребята из Саратова, которые просто, ну, тупо работают. И мы постоянно либо на студии, либо где-то еще на съемках. То есть у нас не бывает такого, что мы можем пойти куда-то там, не знаю, привести себя в порядок по большей части. В основном я даже сюда оделся очень просто и быстро. Потому что у меня эти шмотки валялись в багажнике машины. И я очень опаздывал, я делал это. Ну, а тема автографы, селфи. Ну, девушки пристают на улице. После нашего кита с Ольгой Бузовой, после нашего клипа, я понял, что меня начали узнавать. Я зашел как-то продуктовый, выбирал себе что-то покушать, вот, попить. И я что-то нагнулся и слышу, продавщица говорит, а клип у вас 17-го выйдет. Я только упорачил. Говорю, да. Вот. А кто аудитория ваша в основном? Девочки? Ну, да. Ну, не прямо девчонки, но... Ну, от 18 до 27-30 такие, не маленькие. Да. Бывает порой, что мы приезжаем в какой-то город с концертом. И вот, клянусь просто, у нас программа типа, ну, молодежная, по большей части. И мы просто уходим на сцену и понимаем, что вот у нас all down забиты, да, и все вот от 35 до 50 порой. У нас, короче, мы где-то были в Оренбурге. Короче, женщины, вот, 45-летние, может, 40-летние, они, короче, схватили нас за руки. Со сцены, короче, чуть не скинули, в общем. Ну, то есть, бывает и такое, собственно. Жениться не собираешься? Я? Да. У меня с этим все в порядке. У меня есть сын, ему два года. Да? Серьезно? Кстати, тоже вот нигде информацию это не видела. Ну, я такой андердог. Сына Исмаил. Угу. Будет он в шоу-бизнесе? Есть у него уже задатки? Или в два года еще не разглядеть? Ну, в общем, он очень любит петь. Он постоянно открывает рот и делает вид, что он поет. Вот. Ну, на самом деле, я вообще не хочу никак лезть в его развитие. Сто процентов я его отдам на спорт там через полтора года. Угу. Вот. А что он хочет, чем он захочет заниматься, что он выиграет для себя, я абсолютно вообще не буду лезть. Но музыка, знаете, типа, это очень, мне кажется, тяжелый бизнес. В том плане, что очень тяжело, когда ты не хочешь быть бизнесменом, но музыка порой, как бы, она вот играет с тобой по-другому, вот эта вся история. Угу. То есть, я, допустим, вот артист, хан-артист это, и мы хотим просто заниматься музыкой, просто делать это. Но есть очень много других вещей, которые тоже надо, как бы, соблюдать, чтобы все это шло. Угу. А вот эта история, что у вас задуман фит с какой-то звездой. Звездой. Ну, в сентябре уже выйдет, я думаю. С кем? С кем? Выйдет? Да, нельзя. Уже записана песня уже. Уже записана? Уже готово все. Ну, дайте какой-нибудь, ну, намек страну, пол, там. Америка. Штаты. Штаты, да? Ну, вообще он порториканец там. Он, он. Мальчик. Ну, да, это он. Давай побольше. Ну, скажите уже. Это, ну, мировая реально звезда огромная. У него клипы там, ну, по миллиарду, по два собирает. Угу. Да, ну, я думаю, в России удивятся. А кто на кого вышел? Как это получилось? На нас вышел. На нас вышел. Просто песня там везде, ну, хит. В Латинской Америке, да? Да не только в Латинской, там и в Европе тоже везде. Ну, в Латинской там вообще на первых местах. Мексика там, Венесуэла, Колумбия, Уругвайя. Ты мой кайф говорим, да? Да. Просто русская песня на первых местах везде. И они такие, давайте делаем испанскую версию. Давайте. Получилось как? Мы сидим. То он говорит, слушай, мне из Венесуэлы пишут, что-то я не пойму, какая-то страна. А он еще английский более-менее знает. Я смотрю, мне из Мексики кто-то пишет. Я думаю, что происходит. А потом на наши менеджеры, собственно, нам скинули Spotify. И мы поняли, что мы в 17-19 странах на первом месте стоим. Во всей этой Южной Америке. И еще в 80-м или в каких странах тоже в топ-5 в Spotify. А записано это на английском языке? То, что в сентябре? Припев будет русский. А припев будет русский. А припев будет русский? А куплет у него на испанском будет. Прикольно. Да. Все замерли. Да, да, да. Все в ожидании. А вообще, историю хотите, как песня стала популярна? Да, хотим. Во времена пандемии, когда пошел коронавирус и прочее, у них как бы было очень много жертв, очень много всего того, что люди болели, собственно, как и у нас. И эту песню они услышали совсем по-другому. Не «Детка – это мой кайф», а «Йоса имморталь», что это переводится как что-то вроде «Это музыка бессмертных», «Я бессмертный». И, собственно, это стало гимном для этого народа. И они вот ходили, пели, да, и здесь снимали, что «Я бессмертный». Ой. Да. Сейчас различные блогеры, латинские, турецкие там, я не знаю, вот разных стран, кто там под 20 миллионов, 30 миллионов подписчиков, они снимают просто видео под нашу песню, вот, выкладывают. Супер. Ну, какая мечта у вас есть все-таки? Вот вы достигли на данный момент какого-то такого нереального уровня. У меня очень большая мечта. Какая? Вот что хотелось бы? Ну, это мечта с подгруппами, где очень много всего. На самом деле я бы очень хотел, я думаю, что каждый человек должен сделать это. Я хотел бы свое окружение, чтобы мое окружение, оно ни в чем не нуждалось, чтобы мои братья, чтобы у них было все. И не просто так, а заслуженно. Я думаю, что я очень хотел бы поехать в свой город Морнеуле, отстроить его, восстановить, и чтобы это было примером для других. И ребята талантливые, они не просто пускали все на что-то и куда-то вкладывали. Круто. Это круто. Ну теперь для асимметрии тоже. Можешь помочь Морнеуле отстроить. Многие говорят об этом, не знаю, может наигранное. Я просто не знаю, хочу много денег заработать, чтобы помогать просто людям. Всегда такая цель была. Я всегда хотел бы быть очень богатым, чтобы помогать другим людям, которые нуждаются в этом. Потому что мне очень плохо чувствуется, когда я вижу, какой-то там ребенок болеет или кто-то еще болеет, ей нужно помочь материально, а этого не могу дать, допустим, сделать. Я сразу себя чувствую каким-то ущербным. Мне хочется добиться этого всего, чтобы я мог им помогать. Классно, что вы такие думающие. У нас теперь с Лейлой появится мечта, чтобы у этого выпуска программы «Правда за четыре» было столько же просмотров, сколько… И с Волей Кузовой. Ты мой кайф. У нас есть теперь установка, к чему стремиться. Огромное вам спасибо за разговор. Приходите. Спасибо, ребята. Всего вам самого лучшего. Молодцы. Молодцы. Спасибо. Спасибо.